В результате пройденного пути борьбы и решений приятно и радостно иметь свою конституцию, трактующую обладать нашей победы. Приятно и радостно знать, что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому я думал, что вы меня поставите после обеда, подкрепите меня в этом плане. Ну, значит, так, неожиданно. Уважаемые товарищи, Значит, тема моего сообщения касается вклада Иосифа Сергеевича Сталина в создание совершенно нового раздела марксистской теории, теории экономической, а именно, ну, мы с вами знаем роль капитала в создании подлинной науки экономической, мы с вами знаем роль Энгельса, знаем роль Ленина в создании политэкономии, фактически, империалистической стадии и развития марксистов. Но вот раздел политэкономии и социализма, осмысление научное, того, что такое социализм, не столько с точки зрения фактов, политики текущей, но с точки зрения закономерностей социализма, является ли эти экономические, являются ли они закономерности, присущими особым условиям России страны, в значительной мере отстал и первый совершили огромный прорыв в условии человечества, и является ли опыт России, а затем Советского Союза, уникальным, или он является опытом универсальным для всех стран мира, которым неизбежно предстоит совершить и обязанность совершить этот прорыв, чтобы было у нас, в конце концов, уже не отдельной нацией государства, не государственной, нам нужна обобщисленная человечество, нам нужна мировая революция, ибо коммунизм – это мировое явление, в мировом капитале, особенно сегодня мы с вами видим. Капитализм – это мировая система в полной мере, это не только мировой рынок, это мировое производство, транснациональный монополий нам показывает, что сам капитализм перерастает полностью, перерастает в те формы, у которых он существует, идет обобщисление в капиталистической форме, внутри транснациональных монополий уже нет товарных отношений, там отдельные звенья их, вы знаете, там подразделения, причем разбросаны по всему миру, не торгуют между собой, они даже цены не устанавливают на конечные свои продукции, а конечная цена будет там, где им выгодно продать, где низкие тарифы и так далее. То есть внутри уже товарные отношения, самой логикой развития обобщисления, капиталистической форме, подгадает капиталистского отрицания, путем развития капитализма. Это интересная вещь, о чем Лене я разговаривал об этом. Так вот, тем не менее, когда совершилось великое событие, высоветительство, великое социалистическое октябрьское революции, в тяжелевших условиях, причем после Первой войны, которой Россия прошла страшно с точки зрения экономики, обосрение всех противоречий и завоевание политической власти, как предпосылка к созданию нового общества, а не только условия ее, политическая власть, поставила многие задачи впервые в истории. Ни Марс, ни Энгельс не могли их рассматривать, они не дожили. И Ленин не дожил, до конца уже приступают по-настоящему в созидательной работе экономической, хотя многое было сделано им в период уже после революционной работы. Короче говоря, сама объективная реальность, тогда, когда после окончания НЭПа стала задача уже приступить к подням социалистического строительства, с окончанием переходного периода позднее. Вопрос о том, так что же такое социализм в области экономики, как его строить, какие проблемы там надо решать, может быть, сразу уже коммунистические задачи ставить, распределение по потребностям. Помните, как мечтали герои Шолохова в этом отношении, что быстро надо все вопросы решать, и завтра коммунизм у нас будет по-настоящему. Даже английский язык изучали, чтобы английских рабочих и революционеров учить, когда они начнут реализовывать, как это быстро делать. Или помните, пошел воевать, чтобы земли крестьянам, где? Гренаде. Гренаде отдать. То есть наша задача уже быстро решается, уже наш опыт будет внести. А ведь, смотрите, в 1928 году, завершение уже переходного периода, вы просите НЭПа, переходного периода, у нас было социализировано всего лишь 1,7% христианских дворов. Деревня, а христианство было самым многочисленным классом, было мелкотоварным, причем основной хлеб товарный был у кулака. 30% христианских дворов не имело ни лошадей, ни тягловой силы, не имело и коровы даже для пропитания. Это были самоедские. То есть все, что они делали, даже не хватало для их пропитания. А для снабжения города, для индустриализации, которые, конечно, кадры трудящих пополнялись, эти проблемы упирались в вопросы преобразования сельского хозяйства, причем как, товарищи, высокими темпами. Вот многие наши патентованные академики и ученые, которые многие перекрасили сегодня, но уже раньше еще, говорили, что, видите ли, мобилизационная экономика, это плохо, это неверно, тут Сталин виноват, что он ушел от ленинской задачи постепенно, медленно, по мере вызревания условий и перекопки сознания и по мере сознания технической базы насыщения тракторами, техникой, то есть постепенно, не торопить переводы с крестьянством, не торопить их, не добить и так далее. А вот давайте скажем с вами, что было бы с нашей страной, уже грозовые точки начинали на горизонте подниматься, потому что мы с вами знаем, что империализм никогда не сменился с утверждениями строительства в социальности, что было бы с результатами социалистической революции у нас, если бы не было этой мобилизационной экономики. Кстати, моя коллега, вот наш ответственный секретарь, подготовила справочку по работам Сталина, по некоторым, которых нигде не публиковались, мы их приобрели, потом расскажу, каким образом. И эта справочка туда мы вам представили, чтобы вы искали быстрый материал. Так о чем идет речь, товарищи? Вот самый интересный момент. Эффект, это спорный вопрос, мол, Сталин давил, ужесточал, уходил от ленинских требований постепенного преобразования по мере назревания условий сельского хозяйства. Вот когда в ходе гражданской войны второй половины страна осталась, ну, рассерзанная и интервенцией, и гражданской войной, даже центры промышленные остались без угля, на килограмм уголь считали. Сталин возглавил, был направлен, и вы знаете, это интереснейший материал с Евгением ознакомиться, возглавил трудовую армию на Донбассе, потому что все остальные районы были отрезаны, и где уголь добывался, только Украину можно было там восстановить в этом плане, а угля не было. Буквально на килограмм ушел. А значит, стояли фабрики, заводы, замерзали люди в поселении. И вот Сталин тогда практически работает. Опять-таки к мобилизационной экономике говорили, товарищи. Мы должны к этому относиться, потому что вполне возможно, когда наконец мы стряхнем это отцепенение нашего народа, и мы, наконец, те, кто доживут, надеюсь, что большинство из вас доживет до этого. Напишите мне тогда, наверное, потом, как дела пошли. Я думаю, что нам придется работать мобилизационными темпами. Нам не дает время и сложности, проблем на длительной раскачке и так далее. Так вот, посчитайте, как стать на руководил трудармией. Это удивительно. Я поражу нас сама эти материалы, интереснейший материал, было все раздобыть на Донбассе. И буквально за год пошел уголь на фабрики, на заводы. Рабочие комитеты были созданы, которые взяли управление шахтами. Христианство мобилизовано было на подвозе, на подводах к железным дорогам этот уголь. И проблема топлива тогда, в этот период, была решена. Вот умение решать коренные задачи на данный момент темпами, такими, которые не позволяют медленно, спокойно решать. Это величайшая концентрация усилий. Это величайшая черта Сталина не только как теоретика, ибо там и теория требовалась, но и как практика, как руководителя. Я его отвечала. Никаких колебаний. Задача надо решать. И она решалась. Причем, в это же время шахтеры стали снабжаться. Сталин потребовал, чтобы забойщикам на подземных работах были одежда, аннущи, и так далее, чтобы они могли там на боль нормально работать, и семьям их снабжение давалось. Все охваты начали. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что огромное количество задач, которые стояли перед Сталиным, особенно после ухода Ленина, по руководству страной, партии, идеологической войной с остатками недобитых, оппортунистов и так далее. Потому что, например, Троцкий говорил так, не нужна политэкономия, не нужна экономическая теория. Потому что зачем нужна? Нельзя же построить социализм в одной стране. Первоначально даже. Какая же может быть теория? Социализма нет, значит, не нужна его теория. Ее пока не нужна. Будет время, будет и теория. Бухарин, как вы знаете, тоже считал на правый оппортунизм, что там, где есть товарные отношения, капиталистические, товарные и вообще товарные, только там может быть наука, политэкономия. Она призвана изучать, Маркс, мол, говорил, только такие отношения производственные, где они одеты в завуалированную, фетишированные форму товарной, в костюм образу наружался товарное-денежное отношение. А вот при социализме, который мы построим, отношения будут прозрачные, не надо будет косвенно соизмерять затраты труда, и не нужно будет время. Вот я только начала. Я попрошу прощения, товарищи, мне в руки попало, тогда специально привезло, а три огромных тома по 700 страницам уже не было сил тащить. Что это такое? Вот автор мне, Виктор Аркаевич, к сожалению, никто не откликнулся на мой призыв. В правде, это маленькое отступление, не считайте мое время, в правде в 16-м году и 17-м опубликовано, по-моему, 12 статей некого Трушкова, одного из идеологов КПРФ, о проекте новой программы партии в КПБ, которые якобы под эгидой Сталина и Жданова должны были быть утверждены на 19-м съезде. И откровение, а вот это он мне вручил недавно книгу, просто тут он кое-что дополнил из правил. И я думала и греческим товарищам написал Виктор Аркаевич написал «Пополниться, товарищи, мобилизуемся». Там такой поклёп, что Хрущёв, что вернее Сталин, это вчера Хрущёв, что теория ненужности диктатуры пролетают уже на том этапе, теория укрепления торговли и так далее. При коммунизме будем строить коммунизм так не отмирание постепенно, ведь она против через укрепление и так далее. И вот всё это тут, всё это пропагандируется. И в правде почитайте, 16-17 год комментарии Трушкова и сам программы. Только одно слово за счёт проекта. Вот я товарищу Огородникову показывала. Вы знаете, есть одна у меня мысль. Подключены очень многие учёные, идут ссылки, о чём речь идёт. Наше дорогое правительство, ваше и наше, путинское и наше, рассекретили все документы партийные и государственные секреты, проданы на Запад. Я сталкивался с этим, я знаю информацию, что комментарии наше документы на Запад. Потому что я работала в архивах, 90-х, Григорий Аркадьевич знает, по заданию греческих товарищей нашей партии, РКРП. И при мне тогда плакала директор библиотеки, это библиотеки института Марк Сенгеса тогда, уже нынче называется, по-другому знаете, центр хранения, российский центр хранения изучения новейших документов истории. Так вот плакали, за деньги продавалось всё это, что закрытый документ, даже Димитровский, Коминтерновский, ЦРУ, Газдеп и так далее. И вот сейчас идут огромные в этом году, уже прошли несколько конференций международных, я почему захватил, я вам потом покажу о то время, кто их организовывает. Наши экономические институты с помощью государственных структур на основе открытых документов и все зарубежные институты Соросовские, Эбетово и другие, другие. А тема такая, товарищи, задушите в объятиях. Мол, документ есть, вот Роспис Сталина, поэтому вопросы, скажем, вот еще не было этой дискуссии, но уже книгу выпустили. Она 700 страниц, я еще не доработала детально. Так что там вроде переводятся правильные вещи вначале, а выводы контактов, вот это все тупиковые развития, это все... То есть, так же, как по комментариям уже провели такую конференцию зарубежники в Москве, кстати, товарищи, документы опубликованы. Я, наверное, принесу ставить справочку, если это не знаете по этим вещам. Так вот, я вам хочу сказать, сейчас наступил новый этап мировой идеологической борьбы. Идеологи мировые поняли в лоб уничтожить воспоминания и тягу нашего народа и во всем мире, вот выступали наши товарищи и во всем мире. понимание того, что такое это был социализм и роль Сталина в этом плане. К сожалению, часто говорят, что больше Сталина любит, чем Ленин, это всякие глупости, просто разрывает марсизм. Но, повторяю, именно направленность в связи с юбилеем в столетии октября, в столетии коминтерна провели конференции такие вот, причем наше все академические на подлинных документах. Но подлинные документы. Вот свидетель товарища Гродник, я вам показал в этой книге Туршкова. Я просматриваю проект программы 47-го, который возглавлял якобы подготовку Сталина и Жданов. Ну, Маленков там были и так далее. Так что тут написано? Товарищи, внимательно слушайте. Даже одно слово. Я смотрю, в конце пишутся, что-то никто не заметил. Но я думаю, что товарищ бы Сталин заметил, что революция октябрьская очень много дала народу, в частности, селу, крестьянство. В частности, защита. Земля была отдана в собственность крестьянам. В собственность. Вы понимаете? Сталин мог такое допустить программе. Так, может быть, тут что-то есть по документам, что-то фальсифицировано. Мы же сами знаем, что очень много. И почему КПРФ поторопилось публиковать эти материалы, в правде? И очень многие говорят, что видите ли, это одновременно и западники работали по революции. И КПРФ это сделало. Вот. Я встречалась, он даже написал мне таким стружком. Понимаете? Там, может быть, многое было. Но предвидения элементами коммунизма насыщали. Я говорю, какие же элементы коммунизма, если тут утверждается, что товарные отношения надо наоборот расширять. Пошло ни по Марсу, ни по Ленину. У нас товароборот, а не товароборот, смешиваются с понятием товарное производство. Это я к экономистам обращаюсь. Короче говоря, идет запундривание мозгов. И я боюсь, что очень многие материалы эти, вот здесь, в этой программе, которые отправлены были в архив, в архив, с надписью, в архив Сталин. Они на депутат там съездили в этой программе, и она никогда не... Но сейчас все эти материалы даются как серьезные научные документы. Поэтому я ваше внимание хочу привлечь товарищи ученые, прежде всего. Нам надо сейчас не столько заниматься, скажем, показом любви к Сталину. Вот хорошая статья Бушина. Не надо обожиствлять, товарищи. Речь о другом. Идет серьезнейшая атака на самой основе и марксизма, и ленизма, и Сталина, как продолжателя, и руководителя этого дела уже в другой исторический период. Со сложностями, даже, может, с определенными отступлениями и ошибками, но это требуется критическая, но мобилизация всех наших сил. Пару слов о предмете политэкономии. Значит, у НГС есть чудные слова, что неразвитое тело трудно исследовать, не развитые экономические отношения, которые еще только зарождаются, ввиду к тому, что эти резки часто делают выводы, беря их из головы. Еще аналогов нет. Причем, смотрите, мы строили социализм, действительно, первоначально так получилось в одной стране. Обычно наука требует об общении. Хотя бы два примера было строить, чтобы можно было сравнить, что типично, что нетипично и так далее. Мы были первопроходцами во всем. Поэтому титаническая работа по разработке теории политэкономии и социализма длилась долгое время, практически 30-40 лет. До первого учебника политэкономии. Вот многие хаят примитивные учебники, товарищ Голко, да? Говорят, вот такой-сякой философ, особенно, там мало философских высказываний, формы, очень супремный лоб. Но я вам хочу сказать, во-первых, почему Сталин говорил, что нужен учебник? Потому что до 30-х годов официально у нас не признавалась, была, простите, установка такая общая для большинства экономистов за редкими исключениями. Знаете, исключения, кто представлял? Степанова Скворцова. Это первый переводчик на русский язык капитала наш. Вот то, что мы с вами все эти тома прекрасные, революционеры, коммунисты и так далее. Вот в журнале у нас у него многое есть, посчитайте, интересные вещи. Так вот, а Бухарин и другие все, и все ученые писали, какое же может быть товарное отношение, какая особая политэкономия социализма, потому что эта наука бывает только там, где замаскированные отношения экономические, там, где товарные отношения, где фетишизм имеет место. Эта тенденция была общая. Даже вот был учебник, автор его, Реуль, он писал для комбузов и для парчол. Он говорит, мы для наших кадров. Эти глупостей не пишем, это 29-й год, что это политэкономия социализма. Не нужно тут эту науку, все прозрачно, все видно. Помните, была замечательная писательница Шагинян? Она была уже профессором философии, заканчивала, помните, ну, писатель замечательный, сейчас закончу. А писала так, что она решила подковаться экономически, политэкономия, принять участие в строительстве и пошла в промышленную академию учиться. Ну, мы, по предприятиям ездили, а вот двойственный характер, там, смотрели, как планируется, что-то себе стоить и так далее. А понятие политэкономии мы не изучали, это не надо было, потому что все в порядке. Так, в двух словах, товарищи, фактически, учебник, вы знаете, когда был создан? Первый вышел? В 54-м году, после смерти Сталина. Почему учебник? Именно требовалось еще и потому, что западные коммунисты не подкованы теоретически в области экономики. Вот так сложилось. Кстати, еще одна фраза, товарищи, но у меня переполняет, хочется вам много рассказать, тем более, я вам с Украины приехал, нам там говорить нельзя ни на русском, тем более, по-марсистски. Поэтому я так немножко на вас обрушиваю информацию. Так вы знаете, что? Недавно я читаю, что одни наши прекрасные коммунисты задумываются, что надо на международных совещаниях, чтобы был только один английский язык. Многие. А я принципиально, считай, я его и не знаю, не хочу знать. Это плохо, конечно. Но русский надо защищать, потому что большинство произведений маркца собраны были. Помните, за золото выкупалось у Каутского, тех, кого наследники оставались по маркце, завещание было, социал-демократам немецким, второго интернационала, выкупали за золото, когда денег не было ни на что, произведения маркца. А сталинская работа есть на иностранных языках? Вот Туда Маркенс первую книгу сделал на иностранном языке. Мы его, кстати, первый параграф переводили в журнале. Молодцы. Вообще, замечательный руководитель был Люда Маркенс, исключительный человек лично, революционерно стоящий. Один из западников, коммунистов, который по-настоящему понимал роль Сталина. Мне кажется, и сегодня, о чем многие наши и даже хорошие компартии, в том смысле, вроде на пранепоте, как-то несколько я бы сказала, выжидать на отношении Сталина. И вот такая, как ваша конференция. Я думаю, что мы продлим эти вопросы. Потому что это надо и не просто хвалить Сталина и обожащать, оно нужно серьезный, прежде чем теоретикой, экономический, философский анализ его работ, его проблемы и так далее. Заканчивая, как прошла экономическая дискуссия по учебнику в больницу? Сталин говорил, мало споров, недостаток всех обсуждений, который был, мало, даже написал, что на прежде споров, мало дискуссий, надо открытой дискуссии. и этот самый, как называется, транспарант был, вот когда прошла эта экономическая дискуссия в 51-52 году, написано было, значит, именно только в споре, в споре, только в критическом анализе находится истина. Масса, 240 ученых принимали участие в окончательной дискуссии этой экономической, Сталина, непосредственно, знаете, не приходил на эту цифру, но и ночами, и днем все время комментировал, и рождается работа экономической и проблемой социализма в СССР. Нет возможности, вот это и было закладыванием, а вот насчет того, что там, уже у меня нет времени, если будет, потом, в конце дискуссии, пару слов, может быть, я приглашаю коллегу своего, о том, что такое товарное производство при социализме, что меня смотрело вот здесь вот, и в комментариях, и в тех документах, которые якобы проект программы, что отказались от диктатуры пролетариата, что это новшество полезное, потому что у нас уже нет классов, у нас только дружеские, у нас интеллигенции, просойки нет, у нас единство, морально-политическое единство народа, вот их не нужна государство, диктатура, пролетариата, оно изживает себя на саде только строительства, перехода к коммунизму, здесь написано, и вроде Сталин соглашается, понимаете, третье, что мы пошли, да, вывод такой, в конце, по экономике, мы пошли не так, как предполагали Марс и Ленин, а пошли путем несвертывания постепенно, ижевания постепенного товарной формы экономических отношений, не говоря, что это, через продуктобмен, через подоток в будущее, когда были насыщения благами народа, другой станет полностью по труду относиться к прямому распределению продуктов по потребностям, а через развитие торговли, конечно, торговля использовалась, но использована торговля, это не значит, что ее надо расширять, наоборот, последнее мое слово, защиту науки, какой, помните, был такой Глушков, Академик Глушков, один из органачальников кибернетики у нас, так вот, в 65-м году, когда удалось проточить сторонникам развития рынка, лечения рынком социализма, этот самый, наш премьер тогда, председатель Совета Министров, Косыгин, отдал предпочтение проекту Либермана и товарников, и зарубили на ходу, а ГАЗ, общая государственная система учета и контроль, что дал возможность это делать, а уже была реальная возможность, это, товарищи, была вполне, и мы могли уже постепенно использовать продукт обмен, и товарооборот, еще, и жевать их постепенно, идти именно к коммунистическим подготовке распределения. Очень много спорных вопросов, которым надо коллективно нам решать, так как, коллективные дискуссии, споры, мнения, а главное, нужна работа архива, они рассекречены. Я оставлю вам, товарищи, ссылки на документы, которые надо брать сейчас, в интернете кое-что есть, но не все, и по 700 страниц читать, товарищи, с карандашом в руке, это работа серьезнейшая, насколько он тут не возьмешь. У нас есть работа такая, мы безработные, у нас сейчас будет казино на Украине, новый президент нам обещал, и женщины для тех, официально, потому что приезжайте, время свободного. Спасибо. Спасибо, что вы прибыли за Краиную. Пожалуйста, оружие на Большой. Нет, пожалуйста, к микрофолюции. Ну, это просто объявление, обращение к вам. Дело в том, что вы знаете, какой идет сейчас накал со стороны США в адрес латиноамериканских стран, которые идут по пути в направлении социально-ориентированных государств, как сейчас принято говорить. Речь идет о Венесуэле, и вот, значит, посольство Венесуэлы в России обратилось к левым организациям с просьбой поддержать международную кампанию против санкций и в защиту политики президента Мадуро, естественно, и Союз рабочих Москвы, авангард красной молодежи, целый ряд организаций вошли в комитет по поддержке и участие в этой международной акции. Значит, письмо в адрес генерального секретаря ООН с осуждением вот этого империалистического диктата США. Мы собираем подписи под тем письмом, которое предложило венесуэльское посольство. И я вас прошу тоже, как граждане нашей страны, а в общем-то, как общий трудовой фронт поддержать, поскольку правительство Венесуэлы ведет все-таки действительно социально ориентированную политику, многое делается в интересах именно бедных трудовых слоев Венесуэлы. И просто напомнить вам, что на Кубе ведь тоже начиналась не коммунистическая революция, а как антиамериканское освободительное движение, тут есть общие черты, а они идут гораздо дальше, чем это было в начале на Кубе. Значит, вот здесь есть письмо, текст этого письма, и есть подписной лист. Кто считает возможным для себя, нужно оставить свои подписи. Спасибо. Спасибо за внимание. Перерыв на чай. Надо выдвинуться. Еще тебя прошу я напиши мне письмецом, а еще тебя прошу я напиши мне письмецом, а куда же напишу я, как я твою знаю путь, все равно сказал он тихо напиши куда нибудь. Все равно сказал он тихо напиши куда нибудь. Там река село на запах ей в другую сторону. Уходи комсомольцы на гражданскую войну. Уходи комсомольцы на гражданскую войну. Продолжение следует...